Здравствуйте! Если вам необходимо создать какую-то сложнейшую формулу или попроще, ну например посчитать 2 плюс 2 ровно 4, или создать какой-то текст сложный или несложный, или вам захочется, например, создать презентацию или создать базу данных, ну или к примеру нарисовать векторный рисунок какой-то. Можно поступить по-разному. Можно взять, пойти в магазин, ну или на сайте удаленно, приобрести Microsoft Office. Ну вот здесь показано по текущему запросу, за сколько можно приобрести его, подешевле, там за 4 тысячи, там за 40 тысяч, 44, 12, за любую цену можно приобрести Microsoft Office, установить его и, собственно говоря, пользоваться всеми этими программами. Тут нужно уточнить, что базы данных, они, как правило, в стандартную поставку не входят, они приобретаются отдельно, Microsoft Access. Можно поступить иначе, можно зайти, набрать вот так вот, LibreOffice. И первая ссылка, которая здесь появится, это вот официальный сайт LibreOffice.org. У вас откроется вот такая вот страничка, давайте еще раз перейдем. Открывается вот такая страница на русском языке, потому как уже добавлено RU. И прямо здесь берем и скачиваем LibreOffice под свою операционную систему. Выбираем здесь Windows, Mac OS или Linux. И нажимаем Download. Причем здесь две версии представлены. 7.2.5 это самая новая версия и 7.1.8 это обкатанная, много раз проверенная, без всяких ошибок, вылетов. То есть можно выбрать либо стабильную версию, либо более новую с новшествами всякими разными. Можно и ту и другую попробовать сравнить. После того, как вы скачали эту программу, запускаете файл. Ну, в данном случае, если мы скачиваем для Windows, то у нас открывается файл. Вот он. MSI. 325 мегабайт. Сохраняем его в операционной системе. Запускаем, устанавливаем. Также здесь есть отдельная ссылка у кого-то на 3.9 мегабайт. Это Help. Он ставится отдельно. Помощь, справочник. Устанавливаем и получаем LibreOffice. При запуске LibreOffice вы можете выбрать, какой именно пакет вам нужен. Текстовый редактор, электронные таблицы, база данных, редактор векторной графики или редактор презентаций. Открываете и спокойно используете. Насчет совместимости LibreOffice и Microsoft Office. Здесь практически стопроцентная совместимость по файлам. То есть вы можете сохранить в LibreOffice файл и точно также его открыть спокойно в Microsoft Office. Единственная оговорка в том, что при сохранении желательно, конечно, использовать формат файла. Вот здесь вот. При сохранении выбираем тот формат, который у вас открывается потом где-то там, на другом компьютере, допустим, в Microsoft Office. Это может быть DOC X для текстовых документов или DOC для электронных таблиц при сохранении. Сохранить как стандартный родной формат ODS для LibreOffice. А если вы хотите открывать, допустим, Microsoft Office в Excel, то желательно сохранять в XLS X либо просто XLS. Дело в том, что не все старые версии Microsoft Office понимают открытый формат ODS. Поэтому об этом нужно подумать и заранее сохраняться в родном формате Microsoft Office. Если вы работаете в LibreOffice Impress, то для того, чтобы презентация ваша открылась потом в PowerPoint, то нужно сохранить формат не ODP родной формат LibreOffice, а, допустим, PPTX или PPSX. Какой-нибудь из этих. Либо PPS или PPT. Эти форматы воспринимаются PowerPoint, то есть вы можете открыть этот файл уже потом в Microsoft Office. Что касается векторной графики. Здесь родные файлы при сохранении. Это ODG. Но здесь можно экспортировать в любой векторный формат, то есть экспорт в PDF, естественно, и вот в любой графический растровый векторный формат EPS, вот EMF. Это те, которые понимают систему Windows SVG. Векторный формат для веб-страниц. WMF. Windows MetaFile. Все это откроется потом под Windows спокойно. Что касается баз данных. База данных имеет свой формат ODB. Естественно, они в Access не откроются. Вот именно по базам данных здесь уже сложнее их между собой импортировать. Но все-таки это все это можно сделать. Но это уже тема отдельная. Ну, собственно, вот то, что я хотел показать. Используйте LibreOffice. Экономьте на своей работе. Либо, если вам он не понравится, тогда можете уже спокойно пойти в магазин, купить любую версию Microsoft Office и использовать ее. Ну, собственно, на этом все. Если какие-то вопросы, задавайте. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.